So, what is happiness for you? Полезно будет даже то, что они просто посмотрят на те материалы, на те достижения, которые сейчас уже есть на данный момент в лаборатории В прошлый раз мы закончили на каких-то очередных идеях, которые у нас возникали в процессе работы с жидкой питательной средой А именно, мы пробовали ее взбалтывать И этот ролик я снимаю сразу за тем, что был тогда, то есть буквально через 2 минуты То есть берем сразу эту бутылку и сейчас попробуем посмотреть, еще раз ее там будем взбалтывать, посмотрим и поразмышляем над тем, что там будет происходить Приходится мне в одной руке держать камеру, в другой вот эту емкость И не могу я поставить ее на штатив, потому что фокус как-то надо выводить ее регулярно Ну и так у нас не получится, будем делать вот таким вот образом Итак, вот мы попробуем еще более интенсивно взболтать происходящее Давайте мы вообще вот так вот сделаем Мне само интересно, я еще пока этого не делал Но вот сейчас это уже я сделал Будем смотреть, когда пузырьки воздуха Что мы здесь видим? И не знаю, что вы здесь можете видеть Значит, что-то у нас наглотались они кислорода, поднялись вверх Понимаем, что в процессе взбалтывания эта медуза была очень, скажем так, хрупкая и жидкая И в результате вот такого интенсивного издевательства над ней Она все ее, видим, разорвала в клочья Эти клочья, те, что покрупнее, мы видим, что они плавают Потом остальные собираются вверху Потому что кислород их выбросил, пузырьки выбросили их вверх И, скорее всего, у меня есть такое подозрение, что масса просто Да, вы знаете, я даже вижу вот внутри Понятно, что вы на камере, вот этот мутный состав Мне кажется, что масса этих клеток просто разорвало И они в этом бульоне, их просто там, как сказать Это как суп или как бульон, или как даже не знаю, что сказать Их просто там масса миллиарды Скорее, да, я, например, глазами, невооруженными фотоаппаратом Я вижу, что там плавают много таких мелких Мелких обрывков вот этих клеток, которых там просто масса То есть, если взять один обыкновенный кубик из этой емкости То там, скорее всего, их будет просто миллиард Это можно одним вот этим флаконом инокулировать всю планету Ну, это к стоимости Когда я начал публикации относительно жидких питательных сред То что-то много мне поступает сразу вопросов И пожеланий, и желающих приобрести Потом даже грибоводы, они звонят, говорят Продайте мне там жидкий питательный, жидкий этот самый Мицелий в бутылке, я хочу тут на пеньки его посадить Такое бывает Ну, в принципе, желания вообще оправданы И, скажем так, не будем Ну, скажем, не буду я говорить, что я не буду пробовать это делать Конечно, я буду это пробовать делать Конечно, я буду делиться теми материалами Как это все будет происходить, естественно Имея это в руках И не использовать в разных Разными способами это будет преступление Поэтому будут делаться разные эксперименты Кроме посевов там на зерно Будем сеять на пеньки, будем еще куда-то сеять Будем наблюдать, что из этого всего будет происходить И относительно, да, вот куда, думаю, мысль меня заведет Меня мысль завела к этому вопросу Например, вот сколько же стоит, например, вот этот же флакон Давайте попробуем там внизу, в комментах Под этим роликом попробуем порассуждать Над таким вот вопросом Вот смотрите Возьмем вот такой вот флакон С этими, с клетками на жидко-питательной среде Приблизительно, ну, где-то кубик или два Достаточно вот этого раствора Для того, чтобы инокулировать вот такую банку То есть, если взять эту пол-литровую емкость Разделим ее на два 500 мл То получается 250 у нас порций Есть таких вот клеток То есть, из этих 250 порций клеток Вы возьмите, кстати, калькулятор Сейчас я не буду там Обычно там берут на видео Я сейчас буду на калькуляторе набирать и считать вместо того Если вам будет интересно, то вы сами возьмите себе калькулятор и посчитайте И вот Значит, из этой жидко-питательной среды Мы можем получить вот 250 Вот таких вот баночек Если мы будем делать стандартным способом Зернового мицелия И, скорее всего, что этот способ Ну, не нужно думать, что мы тут самые умные на канале Если он до сих пор работает Значит, практически или практично Он один из все-таки оптимальных способов И, скорее всего, что он не будет сниматься Появлением мицелия на жидко-питательных средах Снимается вообще вопрос Там использования каких-то банок У них есть свое место и свои причины Точно так же, как начинающие грибоводы Которые... Вот Юра Есть у меня такой знакомый Быстро, который меня вообще радует Не зря я вот этот ролик запиливал Про... Как стать профессионалом Вот, мне нравится такой энтузиазм людей Которые первый раз увидели мицелий в банке Потом сразу начинают писать Вот все, мне осталось еще немножко Я потом их делаю на жидкой среде И потом уже все там Буду всю планету заселять грибами Мне нравится энтузиазм этих людей Как здесь все непросто Они пока еще этого не знают Итак, вернемся к стоимости Итак, из одной получается Политровой емкости С жидко-питательной среды Можно сделать приблизительно Сколько? 500 делим на 2 Получается 250 вот таких банок Мы можем сделать Из каждой такой банки 250, скажем, по моей технологии Как я делаю Из каждой такой баночки Мы делаем вот один такой вот мешочек В этой мешочке ровно 4,5 килограмма мицелия Это называется нулевая генерация Или, другими словами, маточник Вот те буквы М, которые вы видите вот на этом пакете Это называется маточник Значит, маточный мицелий Который в дальнейшем Его судьба такова Что он будет высен Вот этот один пакет 4,5 килограмма Предназначен для инокуляции 12 пакетов 12 пакетов уже рабочей генерации мицелия Рабочего мицелия, который имеет первую генерацию То есть, этот один пакетик Вот, мы превратим вот то, что мы видим вот на этой полке Это все будет произведено из одного такого пакета Очень наглядно, очень понятно Итак, одна баночка, один пакет нулевой В дальнейшем из нее 12 вот таких пакетов Теперь, из жидкой среды мы получили 250 вот таких вот пол-литровых банок То есть, таким вот образом мы берем вот эти 12 пакетов Множим на 250 Что у нас получилось? 250 штук вот таких вот вещей И, то есть, не 250 штук, что-то я потерял Ну, вы поняли Наверное, я думаю совсем о другом чем-то Вы следили за моей мыслью То есть, в результате у нас получится Из одного такого пакета Получается 12 штук То есть, из каждой вот такой вот банки Получится 12 пакетов рабочего мицелия В каждом этом пакете По 4,5 килограмма То есть, перемножив это все вместе Мы приблизительно получим то количество тонн мицелия Которые можно будет произвести Из вот этой баночки Тогда логически можно прийти к одному выводу Какова же стоимость тогда будет Вот именно вот этой бутылочки Или этого пакончика Или вот этой баночки Или, скажем, той технологии О которой я вам здесь повествую Здесь чем обращаю ваше внимание Что близится время лета Время такого переходного Адаптационного периода Когда его нужно с пользой потратить Не только для отдыха Но, возможно, и для работы И выйти на какие-то другие горизонты производства Грибов, мицелия и всего остального А именно Если Вот мне иногда пишут Люди, которые говорят Что я покупаю 6 тонн мицелия в месяц Я покупаю тонну мицелия в месяц Кто-то покупает там 10 тонн мицелия в месяц И у вас до сих пор Нету Своего производства по производству мицелия То я думаю, самое время уже Приступить к этому К этим моментам И начать производить собственные мицели Какую-то, по крайней мере, какую-то часть Производить мицели в таких количествах Довольно-таки непросто И сложность будет связана Во-первых, в техническом Ну, как в техническом В самом Наличии самого процесса В технологии То есть нужно иметь саму технологию Которая фактически находится Нигде в пространстве Она находится, скажем Ну, в данном случае у меня в голове И вот в этих руках И, с другой стороны Это очень немаловажно Это техническая база Без соответствующей технической базы Произвести столько мицелия Будет просто невозможно Для этого нужно будет Помещение для хранения материалов Помещение для инокуляции Помещение для лаборатории Помещение для хранения Помещение для разных вещей И здесь это будет включать Это вопрос не одного месяца И даже не двух месяцев Это длительный, обширный процесс Наладки такого производства Это, во-первых, первый количественный вопрос То есть сделать лабораторию Которая будет производить Второй вопрос Это наладки уже Качественного этого производства Это когда Те потери Или тот брак Или какие-то ошибки Которые будут иметь место Нужно будет их трансформировать В какие-то необратимые Небольшие потери Не влияющие на общий процесс Это уже процесс адаптации Или качественный вопрос Кроме того, что у нас есть Какая-то лаборатория Что-то производящая Она должна производить Это все качественно С минимальными потерями Так вот На этот летний период И на другие летние периоды И на все времена Планируются Такие вот работы Если у вас есть Интересные деловые предложения По Внедрению Производствами цели Пожалуйста Присылайте мне Свои Какие-то анкеты Или предложения Размышления На эту тему Мне на скайп Будем Как-то рассматривать И планировать И Делайте это Своевременно Чтобы Не получилось так Что В то время Когда вы решились Наконец-то На этот поступок Ваш конкурент Уже просто Это место занял И давным-давно Это все Уже у себя Недряет А с вами был Макс Салер Что вам пожелать Желаю вам Самое главное Мирного неба Над головой А все остальное Мы Сделаем И Лишина за